друзья всем привет меня зовут евген сердюк вы на моем канале если кто смотрит впервые у меня канал о татуировках и эту культуре короче сегодня 18 марта я нахожусь сейчас в германии и все наверно уже рассказали о коронавирусе пора наверное мне немного рассказать короче что сегодня мы имеем на сегодняшний день на сегодняшний день мы имеем то что закрывается все вокруг закрываются рестораны некоторые закрылись полностью некоторые работают только до 3 часов дня вот продолжают закрываться школы институты уже закрыты уже наверно неделю как в общественном транспорте водитель огорожден такими лентами чтоб к нему не подходили но тут все по электронным тикетом поэтому это не проблема для них так следующее возвращаться в россию например в москву мне сейчас не варианта гражданин украины и возможно меня не пустят на границ есть другой вариант лететь в киев и в киеве сидеть весь карантин тоже сейчас мы об этом всем думаем саней потому что мы сюда прилетели на конвенцию которая отменилась вот конвенция одна отменилась потом стамбульская конвенция на которую мы собирались сразу после германской тоже отменилась все отменяется все переносится стамбульская конвенция пересень перенесена на сентябрь слышал тревизу тоже ребята перенесли конвенцию наверное это и правильно вот короче ситуация так себе вот мы тут уже находимся несколько дней как бы пытались не поддаваться фанике но сегодня как-то очень много новостей я еще специально не захожу в ленту новостей как бы в соцсетях потому что там нечего смотреть только один коронавирус коронавирус все об этом снимают все рассказывают настала и моя очередь почитал сегодня новости охерел немного понимаю что еще может неделя это закончится и закроется вообще все в общем дела так себе короче всем привет решили провести эксперимент и сейчас идем в эпицентр почти центр европейского коронавируса затем германии боюсь я такой типа сытия сам такой короче в аэропорту паники нет то что показывают по телевизору что-то короче не надо видеть да и в интернете много каких-то вбросов потому что сотрудники без масок я не видел еще никого в каких-то химзащитных костюмах поэтому мне кажется это больше вброса чем короче ждем свой рейс прилетим в германию посмотрим что-то короче сели в самолет и в самолете всего занято 70 мест и скольки правда я не знаю всего 70 человек что такое ты так не удивляйся конвенции уже отменили в германии мы должны были на ней участвовать но возможно еще что-то поменяется и и и и и и и и но никому в масках нет нет вовсе ничего никто не боится прилетели мы короче в дюссельдорф сейчас самостоятельно скажет какое такси номер ну короче видите да и работники аэропорта ходит без масок люди таксисты без масок так что считаю что не надо блять смотреть вообще телевизор эту помойку которая блять постоянно вещает неправду так какое сегодня число 19 марта мы в германии сегодня начинается ужесточение карантина вчера вечером мы звонили даже в консульство чтобы улететь вот ну хотели попробовать улететь в общем это оказалось не так просто там нужно пройти регистрацию вылетают только рейсы несколько раз в несколько дней находится все это дело в мюнхене это отсюда несколько часов езды короче решили мы ждать карантин здесь то есть будем находиться здесь пока не закончится весь этот движняк так сейчас сфокусировать вот ну пока вот открыто ресторан открыты хотя вчера сказали что они не будут работать ресторан открыт киоски открыты они можно купить сигарет и прочего автобусы ездят автобусы ездят людей ходят короче в принципе это движняк короче пока этот пиздюк пошел за сигаретами буду я пиздеть с вами короче все работает движуха есть никакого ощущения паники и прочей хуйни в магазинах с утра приходишь все есть вечером уже всего поменьше но буквально через час ты заходишь опять и все как бы заново полки забиты есть долбоебы которые бумагу туалетную скупают просто тоннами не знаю зачем блять раньше газетами жопу вытирали на крайняк и не знаю глянцевый журнал есть а если футболка длинная то вообще заебись но на крайняк жопу помыть можно так что все огонь пишут каждый день вот с вопросами чё там как там как уехать короче при желании отсюда уехать можно нужно куча чередей простоять ехать непонятно какой город сегодня говорят из берлина только самолеты летают вечером уже не летают они летают только из франкфурта потом говорят что можно улететь с нидерланд или с нидерландов нидерландов с нидерланд с них голландии короче нам чувак предложил пожить у него бесплатно пока это все не закончится короче мы приехали на эту конвенцию то есть пока мы ехали все было нормально когда мы приехали когда мы приехали настоящий день говорить чуваки конвенция переносится и пока неизвестно когда она будет или не будет мы остались еще на пару дней и потом короче вот ситуация что закрывают все на свете я звонил в консульство украинское мне далее телефон другой телефон потом дали ссылку на рейсы которые осуществляет компания sky up рейсы там но они проходят один рейс там несколько дней вот нужно регистрироваться вылета из мюнхена берлина еще откуда не помню вот но опять же сейчас зарегистрируемся не факт что типа регистрация пройдет нормально ехать нужно опять же берна кстати зарегистрироваться не проблема ты можешь купить билет вообще с любого билеты есть все нормально цены нормальные но ты покупаешь билет тебе через полчаса приходит уведомление что билет отменил ты покупаешь другой на другое время он опять отменяется и такая вот херня происходит короче что с нашими билетами произошло мы сюда летели мы уже сразу купили обратный билет только мы прилетели тут же вообще аннулировать только вот мне кажется приземлились они сразу билеты аннулированы деньги вернуться но там в течение каких-то там 5 рабочих дней но пока еще ничего не верну вот и тут же вот как только началась какая там они малейшая движуха начала просто массовая татуировщики начали валить из европы звонить там как вы прилетели как нам улететь я короче там купил билет за 800 евро я купил за 600 евро я там через польшу меня частями везут для меня через австрию там граница открывается с 9 вечера до 5 утра я каким-то автобусом я вообще короче не знаю мне кажется это паника она не оправдана то есть нужно успокоиться и соблюдать какие-то меры предосторожности да по отношению этого коронавируса сраного вообще мне кажется китайца нужно запретить для джеки жрать все что он имеет ноги реально вот запретить не получается у них ты видишь что они едят и какая-то хуйня все время происходит они придумали эту сою пластмассовую что они ее не едят я не мог короче вот то есть уехать можно через задницу как-то но зачем для чего это нужно я не могу понять если есть мы не нарушаем какие-то миграционные законы мы мы тут находимся легально мы решили просто остаться и короче пересидеть эту движуху всю и потом спокойно купить билеты и улететь до другой момент если человека нету денег ему там умер билеты на я не знаю ему срочно надо ну всякий вариант бывают но там много ребят просто из-за того что запаниковали быстрее быстрее конечно если у тебя такая ситуация как например скажем в турции ты прилетел отдыхать через через неделю ты должен лететь домой тебе сегодня говорят чувак извини но мы тебя выселяем из отелей за коронавируса и все иди нахуй типа в итоге ты едешь в аэропорт билетов нет денег у тебя особо тоже нет вот это пиздец вот такой уж и шифры тебе негде как бы ты в другой стране и ты никого не знаешь и ты получается полный пиздец нет вот будем откровенными вчера небольшая паника вечером когда я начал звонить в консульство когда вот уже типа в этом регионе объявляют не чрезвычайное положение просто ну какие-то выдают четкие инструкции что нужно делать что ты должен там не должен выходить на улицу постараться не выходить на улицу но если у вас там какие-то дела типа там навещать там пожилых родителей до которые с ограниченными какими-то возможностями то есть вот это все и когда вот мы это смотрели небольшое такое началось тревога какая-то да и я начал звонить в консульство мне в консульстве там тоже жути одна девушка нагнала сначала жути потом парень я позвонил по номеру который именно экстрентом случае гибели граждан или ваше очень в ситуациях угрожающей жизни да вот я позвонил я со стартами короче ситуация такая это в конце что там ну и типа и чувак меня расслабил просто разговором так типа может но ты можешь подождать пересидеть есть рейс это может зарегистрироваться он не дал нормально он не продиктовал ссылку без всяких для каких-то регистраций он ну человек просто ну видимо в общем надо его бедно заебали за сегодня и со вчера и позавчера и он не уже сказал расслабься все просто все звонят на а что нам делать именно со мной поговорила кодиш знаешь короче заходит сейчас там ссылка вот какая-то заходишь там короче смотришь бронирует езжай туда но опять же вот самолет летит там было были свободные даты то 23 число то есть не нужно зарегистрироваться сейчас потом нужно зарегистрироваться на поезд поезда здесь могут отменить типа завтра то есть как я потом буду добираться на то что я зарегистрировался короче это вообще ну типа какие-то крысиные беда ну нахуя да и по приезду домой ты садишься на двухнедельный карантин то ну типа сидеть как бы застрять в германии реально не худший вариант не худший вариант просто ну просто если мы знали что мы сейчас покупаем билет едем в аэропорт и летим домой то может быть поехали а так как ты хер его знает что там будет дальше и вообще дело в том что 50 процентов людей говорят чтобы мы прилетели у нас даже вообще короче даже термометр в жопу не засунули нас так ты пропустили за ну типа все в порядке а другие до меня там короче тягают участковый блять под дверьми ночует сидит если я выйду то меня посадят мы короче вот история не совсем ясно я считаю мы считаем не нужно паниковать не нужно никуда бежать лететь вот прям сломя голову все пропало надо лететь надо тратить последние бабки если не последние то там у короче эта ситуация о чем то есть расслабьтесь спокойней сидите дома там я не знаю ну реально также надежнее сегодня денешься робитесь подцепить эту заразу как бы вариантов меньше правильно мойте руки там антисептики если есть но все инструкции уже есть в интернете и этот реально коронавирус уже заебал до такой степени для что открываешь ленту новостей а там коронавирус 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 какой-то жутик будто специально я понимаю что сейчас я это видео подпишу коронавирус германия каким-то образом в этом видео мы пытаемся успокоить хотя бы вот татуировщиков которые короче нашу движуху с походом то ты просто для припаяешь короче короче нахуя покупать и вот эти все продукты то да продукт магазина мы валялись я постоянно спрашивают ну что там есть жратва в этом супермаркет блять она если нет если ее нет она через два часа там появляется постоянно люди завозят еду люди думают что сейчас начнется апокалипсис закроются все магазины или они с голоду сдохнут такого никогда не будет дефицита нет короче это не как советском союзе что реально блять ну про закончились продукты фабрики то работают ниже если какие-то норма там у них есть запасы этой продукции зачем покупать она вас нахуй прописнет это еда дома гуси не да ладно в панике там блять зрибаю короче супруга позвонила чувак идет блять он две сумки блять несет этой речки для счета с ней делать будешь еб продавать в этом ну спекулировать карта я не знаю туалетную бумагу ушу блять реально под подурели блять с этой туалетной бумаги блять подтирайтесь нахуй за газетами новые у меня в детстве была такая туалетная бумага блять вот эта книжка 56 метров блять то там бумага такая жестко шумляцию журнал тебе за счастье будет о тебе говорю на этом тирану один раз все эпидермиса нет желтного даже короче ситуациями кажется больше накручена реально какую-то панику не без политики наверное это все происходит удобнее но мы короче в этом не шаре мы люди творческие в общем смотрим на ситуацию кажется адекватно расцениваем но было такое что он немножко вот оттепли какая-то хуйня типа ничего не будет будет все в порядке но потом на второй на третий день нахождения германии уже начинаешь понимать так ситуация нам серьезнее да мы короче смонтирована ведь смонтированное видео влад блат альтрон c уже есть она весит просто побольше чем вот такие подкасты она смонтирована и его нужно будет выложить когда будет под боком хороший интернет и думаю это будет на днях и уже тоже самому не терпится выложить это видео потому что бы в логе влогами данное нужно какой-то информатив по поводу тату машина может оборудование какой-то движухи вот ну и дальше будут видеоблоги потому что время появилось побольше свободно и будем короче пилить контент я думаю что-то интересное рассказывать под этим видео можете спрашивать свои вопросы задавать просто пишите в комментариях ты вот обязательно рекомендую настаиваю нажать подписаться и колокольчик потому что youtube изменил свою политику и если даже подписан на меня то мое видео не может иногда не всплывает у тебя в ленте поэтому лучше нажми колокольчик если не хочешь пропускать также подписывайся на instagram инста будет моя и сами тут короче вот прикреплена тут сейчас вот вылезло магия так что еще да и продукты есть мыло есть тоже там да мыло 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 ладно уже что делать без мыло а если не будет мыло веревку блять себе купить короче все это был коротенький видос такой дайджест короче уважать татуировку пока